После трёх часов полёта, когда самолёт пересёк границу, лайнер неожиданно развернули обратно, рассказывают пассажиры. Экипаж самолёта объяснил это тем, что шимкентский аэропорт не может принять их. Спустя некоторое время тот же экипаж выдвинул другую версию. Мол, по техническим причинам пришлось развернуть самолёт обратно. После возвращения и посадки в аэропорту Внуково люди, находившиеся на борту, пересели на другой лайнер и благополучно прибыли в Шимкент. Среди пассажиров находилась и директор телеканала «Отерар» Валентина Куликова, которая возвращалась домой после двухнедельного отдыха в Украине. По поводу инцидента у Валентины Куприяновны другое мнение. Так как очень много было разговоров, мы собирали всякие сведения в Москве, почему хотели, спрашивали. И так крайне мы услышали, что поломка была в самом самолёте. И он летел назад не потому, что он не мог сесть на шамранном чептете, а потому, что нужно было этот бензин, которым был загружен самолёт, его израсходовать. Потому что при посадке это могло бы последствия плохие иметь, когда мог бы возникнуть пожар. Поэтому мы и сели, израсходовав весь бензин, мы сели вот в Москве. Мы связались с менеджерами авиакомпании «Трансайро» в Шимкенте, чтобы узнать, с чем связано многочасовое опоздание и возвращение самолёта в Москву. По поводу этого мид, ничего я не могу вам ответить. Просто, во-первых, он же оттуда, получается, не вылетел же. То есть поздний вылет был. Это у нас в пресс-службе, только авиакомпании «Трансайро» вам надо обратиться.